Для мальчишек и девчонок слово «победа» далекое и незнакомое. Они не слышали орудийных залпов. Сидят притихшие и пытаются представить себе войну. А рядом те, кто хорошо помнит, как добывалась победа. На полуме у нас мы всегда в отличной форме. Песня второклассника Руслана Яковлева растрогала капитана первого ранга в отставке. Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Шилов до сих пор помнит, как сильно штормит на палубе небольшого корабля. Я действительно не сразу стал офицером, я был матросом, служил в срочной службе более двух лет на корабле. И там на корабле как-то себя по-другому ощущаю. Ребята волновались, но все свои поздравления делали от души. Затаив дыхание, слушали выступления ветеранов. Мне там было 8-10 лет, и там передо мной бы выступали, конечно, безусловно, запомнили. Пусть, может быть, и не очень яркие какие-то слова, но все равно сам факт, что вот собирались, пели, говорили о войне. Ребятам показали небольшие фильмы о войне, рассказали о новых книгах. Война – это горе, слезы и разлуки. А День Победы? День Победы – это когда хочется плакать, но хочется смеяться, потому что наши люди победили. В конце встречи все поколения, герои войны, дети, их родители, молодежь вместе исполнили главную песню Победы.